здравствуйте дорогие любители фиалк с вами канал татушины фиалки и сегодня я расскажу вам о проведении банного дня для орхидеи так получилось что уже наступила осень работают батареи центрального отопления и не центрального как у меня в квартире достаточно тепло на подоконнике где стоят мои орхидеи очень тепло и достаточно сухо поэтому пришло время полить и скупать орхидеи сегодня купание у нас еще совпало и с подкормкой с удобрением обычно я мою их вот так вот своей душевой кабине на плитку стилю старое полотенце ставлю таз с водой наливаю сюда примерно 3 литра теплая очень приятно для руки воды добавляю два колпачка своего вот такого удобрения луна форта для орхидей это серия здоровье то есть это такое сбалансирование сбалансированное удобрение для иммунитета с микроэлементами и гуматами вот здесь плохо видно но вот видно что здесь азот фосфор калий больше всего здесь калий калийные удобрения ну вот видите на значит серия здоровья мы рекомендуем через два-три месяца есть еще для цветения такое же удобрение серии бона форта им пользуюсь мне она нравится мне кажется достаточно хорошо себя чувствуют орхидеи осень такое время когда иммунитет у растений снижается и у фиалок и у орхидеи после лета после бурного роста цветения немножко истощается растение и естественно слабеет иммунитет поэтому я подкармливаю вот таким удобрением бона форт у меня получается наверное раз в месяц а иногда даже реже в зависимости от того как высыхает земляной ком так бывает что следующее купание следующий полив у меня будет с чесночной водой и медом я не он тоже сниму видео вот у меня стоят на орхидеи в теплой воде мне здесь помещается три горшочка вот две цветущие вот зацветает вот такая розовая орхидея пятнистая и одна там стоит маленькая она прям у меня была из реанимашек в очень плохом состоянии сейчас она очень хорошо выглядит потом когда я буду доставать их вы увидите вот они у меня так стоят час я тут другую воду чтобы она была постоянно теплая удобрение к этому момент уже орхидеи все какие надо себе натянула сразу видно что кора мох уже все влажное полотенце стоит чтобы не холод не хорошо от плитки в этот момент вот когда я уже заканчиваю купание я наливаю в кашпо в которых стоят орхидеи очень горячую но горячую воду настолько насколько может пластмасса вот это выдержать чтобы поставить орхидею в теплые кашпо в теплые поддоны и сейчас вот она уже напиталась я буду просто опрыскивать этим же составом вот он видно вот такого цвета у меня специально завела вот такой флакон чтобы здесь можно было растворять удобрение вы поливаю я его прямо из таза наливаю но развожу посильнее чем он в тазу чуть-чуть добавляю сюда все-таки воды и вот так опрыскиваю листья потому что через листья орхидея тоже дышит вот таким образом если даже где-то в точку роста попадает вода я ее потом ватными палочками ватным диском хорошенько вытираю мы брызгаем на листья не попадая на цветы и с одной стороны и стараемся попасть с обратной стороны на листочке потому что питание орхидей осуществляется не только через корни но и через листья вот мы на те дальние листья стараемся попасть со всех сторон ну вот принцип понятен вот так мы все опрыскиваем конечно потом когда листья высыхают на них остается ставить какие-то пятна какие-то разводы но это не страшно это все отмоется потом когда вы будете брызгать обычной водой ну вот эти точки роста все я потом промокну вот сейчас она постоит как раз нагреются наши кашпо орхидея немножко посохнет и можно будет переставлять ее в теплые в теплые кашпо и отнести на подоконник на свое привычное место на цветы повторюсь еще раз мы стараемся не попадать вот таким образом я провожу водные процедуры вот вы видите здесь и цветет растения здесь вот не знаю вот он видите вот здесь вот новый отросток лезет со всех со всех откуда только можно со всех изгибов вот здесь вот видно вот он новый отросток появляется ну видимо хорош хорошо орхидеи стоять там где она сейчас находится вот эта орхидейка тоже набрала цвет выбросила новую стрелку а это вот вы видите да из старых цветоносов я вот одного новой стрелочки вот так вот хорошо выглядит орхидея вот так мы боимся душевой кабине вот так выглядит наш процесс вот сейчас она постоит немножко подсохнет листва у нее я ее переселю в горшке и мы пойдем домой вот мы возвращаемся в нашу душевую кабину через некоторое время вот я с кашпо вылила воду горячую поставила в теплое кашпо орхидеи две вот в их пандоны вот они у меня уже сохли и сейчас поеду на постоянное место свое поеду вот эта орхидея была очень плохая она практически умирала вот видите какая сейчас веселая листва вот воздушные корни пошли вот такие хорошие зелененькие кроме того вот видно вот корни в горшке какие хорошие сейчас поверну другой стороной вот то есть орхидея ожила нарастил вот листок так она хорошо выглядит если честно даже не знаю какого цвета буду ждать сейчас протру ватными дисками вот эти серединки наши точки роста чтобы не гнили они это нужно сделать в принципе и обычным обычной палочкой достаю небольшой грохот ну мы просто вот так вот ватной палочкой протираем промыкаем чтобы ничего у нас не оставалось там таким образом диском даже это удобнее делать кто как тут просто надо подождать когда высохнет сама листовая видите она мокрая вода стекает сюда как только подсохнет потом с помощью диска ватной палочки просто аккуратненько все это промакиваем ну так цветет буйствует помылась сегодня у этой орхидеи вот в таком состоянии воздушные корни сюда можно мха немножко добавить как-то у меня уже сбился весь вот стрелки цветы все как положено вот можно сказать нашим орхидеям с легким паром и отправить их на подоконник вот дорогие мои подписчики мы вернулись на окно помытый чистый лучистый сейчас через некоторое время я включу фитолампу сразу я ее не включаю потому что боюсь мокрые листья ну хотя в принципе можно включить вот такой свет потому что листья все таки далеко цветы у нас были сухими вот такие чистые аккуратные листики помытые вот еще видите в капельках воды так закончился наш сегодняшний банный день следующее купание наше будет с чесночной водой и медом я бы обязательно вам засниму тут вот вместе это вообще-то подсветкой покупалась для орхидеи висит она высоко так как у меня очень много фиалок и мне приходится их тоже вот здесь приспосабливать стрептокарпус вот тут у меня стоит отцветает но вы знаете мне кажется они в прекрасном соседстве живут фиалки прям на глаза хорошо растут конечно такое расстояние для фиалки наверное многовато но в принципе она тоже чувствует себя неплохо вот так прошел наш день подписывайтесь на мой канал заходите в гости оставляйте комментарии расскажите как вы покупаете своих красавиц может быть ваши советы я тоже с удовольствием приму к сведению берегите себя всем пока спасибо